Каждая семья может похвастаться своими рецептами пасхальных угощений, но главными блюдами праздничного стола неизменно являются кулич, творожная пасха и крашеные яйца. Готовить эти традиционные угощения начинают уже в чистый четверг, однако немногие знают, что символизирует пасхальная еда. Кулич является образом тела Христова, райского хлеба, поэтому его украшают так. Если мы в храме причащаемся истинного тела и крови Христовой, то кулич нам как бы напоминает о самом главном. При этом он таковым не является, он указующий только символ. Творожная пасха – символ гроба Господня, место, в котором произошло воскресение Иисуса Христа. Поэтому блюда принято украшать буквами, обозначающими торжественное пасхальное приветствие – Христос в воскресе. И, конечно, на каждом столе должны быть крашеные яйца. Яйцо – это символ воскресения, символ рождения в жизнь вечную, символ пасхальной радости. Смерти нет – есть рождение в вечность. О том, что смерти нет, возвестила Мария Магдалина. Именно она, когда пришла со своей проповедью в Рим, первая поздравила императора Тиберия словами «Христос в воскресе», подарив ему куриное яйцо. Император не поверил словам и сказал, что мертвый человек не может ожить ровно так же, как и белое яйцо не может покраснеть. В тот самый момент подаренное яйцо обрело красный окрас. С тех пор красное яйцо для христиан – символ праздника. Когда люди это осознают, для них, конечно, важно осветить куличи и яйца. Если люди не осознают, то они низводят просто пасхальную трапезу до обычной праздничной трапезы, которая является просто едой, пусть даже украшенной. Освящение пасхальных угощений – тоже важная часть богочестивой традиции, но не основная. В этом году храмы закрыты. Для прихожан и духовенства призывают к домашней молитве. Осветить еду можно святой водой самостоятельно. Главное – избежать осуждений и злости. Важно почувствовать всем сердцем и душой радость Христового воскресения. Алсу Калимулина, Дарья Ильинская, Константин Бондаренко, Первый Матищинский.